Сразу два проекта заводов по сборке лифтов, инициированных СПК Актобе, с треском провалились. У иностранных инвесторов не хватило средств на запуск новых производств. Между тем, в срочном ремонте нуждаются 250 устаревших подъемных механизмов. И когда их заменят, в местном Акимате сказать не могут. Лейла Уесова разбиралась, почему потерпел крах масштабный проект по модернизации 100 лифтов. В этой многоэтажке лифт не работает уже полгода. Ханшаем Сиркибаева несколько раз в день спускается и поднимается пешком. Мы просим, чтобы быстрее лифт нам установили. И здесь инвалиды. Я сама девятым этажем живу. Пока я поднимусь, все разденусь. Асматик, больные все, инвалид, слепой. Друг друга посылают туда. Там сахтевы идите, Акиматы идите, и результата нет. Все шесть месяцев жители обивают пороги разных инстанций. Чтобы попасть в список домов, ожидающих замены лифтов, люди даже создали ОСИ. И готовы платить деньги за новую конструкцию. Говорят, теперь изменилась программа, потому что кроме Табы Сахтюбе и лифт-сервис, туда добавилось СПК. СПК делает финансирование. Теперь все на СПК остановилось. Как сообщили в компании Табы Сахтюбе, замена лифтов пока только в планах. По программе Нурлежер собирались обновить 100 подъемников. Но в этом году смогли поменять только 11 конструкций. То есть мы предоставили все документы, проекты, экспертизы. Они сейчас туда сдают, чтобы с республики попросить эти деньги, чтобы нам выделить деньги. В такой же ситуации находятся жильцы еще 250 многоэтажек, где подъемники уже давно исчерпали свой ресурс. Самый бюджетный на сегодня вариант – это лифт от Могилевского производителя. Вот так вот он выглядит. Его стоимость – 9 с лишним миллионов тенге. По госпрограмме за новый лифт жильцам придется расплачиваться 7 лет по 3800 тенге. Но люди и на это согласны. В этом году операторам масштабного проекта по модернизации лифтового хозяйства определили СПК «Ахтубе». Но сразу два масштабных проекта – строительство заводов по сборке лифтов потерпели крах. Белорусским инвесторам успели даже выделить земельный участок в индустриальной зоне. Однако запустить производство не получилось. Но в местном Акимате не сдаются и ведут переговоры с другими инвесторами. В следующем году по госпрограмме в «Ахтубе» планируется заменить больше 70 лифтов. Лейла Уэсова, Жумар Худайбергенов, телеканал ТДК-42, «Ахтубе».